Это подкаст «Кун-Кун-Плейлист» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейтовихай». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и на Ютьюбе. Ставьте лайки и оставляйте комментарии, если у вас есть ко мне вопросы, или если вы хотите поделиться своей главной песней десятилетия. А еще я рад пригласить всех, кто слушает этот подкаст и физически находится, или скоро будет находиться в Израиле, на вечеринку проекта «Кун-Кун-Плейлист». Она состоится 13 июля в Иерусалиме. Я там буду рассказывать о своем опыте знакомства с израильской музыкой живьем, а мой коллега Фика Магарик, который, между прочим, монтирует все выпуски нашего подкаста, обеспечит, собственно, музыкальное сопровождение. Словом, буду рад всех повидать, Иерусалим, Бейтарихай, четверг, 13 июля, 19.00. Все подробности, билеты и не только по ссылке в описании подкаста. Здравствуйте. Сегодня для меня очень важный день, потому что наш мини-сериал об истории израильской популярной музыки и одновременно мой первый проект на Земле обетованной подходит к концу. В этих десяти выпусках я постарался передать то, с какой стороны для меня за первый год в стране открылась музыка Израиля. Что я успел о ней узнать и понять. Повторю то, с чего начинал. Эти десять песен ни в коей мере не исчерпывающий список. Можно было выбрать и еще десятку, и еще, и еще, как тут принято говорить по несколько иному поводу, от Мэвээс Рим до 120. Но мне кажется, что некоторые силовые линии и некоторые узловые точки израильской поп-сцены мы все-таки смогли нащупать. Для меня эта история стала отправной точкой в исследовании культурного контекста страны. Надеюсь, и для некоторых из вас тоже. Подкаст придуман и устроен так, что в последнем эпизоде я должен говорить о 2020-х. Наверное, это самая сложная часть, ведь, в отличие от всех предыдущих десятилетий, 20-е годы — это продолжающаяся история. Мы проживаем их прямо сейчас. И, разумеется, еще нет ни критического консенсуса вокруг того, какая музыка сегодня главная, ни представления о том, что именно из материала, издающегося в наши дни, останется в истории. Поэтому, хорошенько пораскинув мозгами, я понял, что у меня есть только одна бесспорная и легитимная возможность обосновать выбор песни для финального выпуска нашего плейлиста. И это личный опыт. За год в Иерусалиме я побывал на нескольких ярких концертах. И между двумя из них обнаружилось неожиданное пересечение. Сначала, поздней осенью 2022-го, я оказался в клубе Yellow Submarine на выступлении саксофониста Даниэля Замира и его джазового ансамбля. Его имя было мне знакомо еще по старой жизни. Замир долгое время жил в Америке, сотрудничал с Джоном Зорном и участвовал в деятельности так называемой Нью-Йоркской даунтаун-сцены. Сегодня он сочетает авангардный джаз с традиционной еврейской религиозной музыкой, порой вставляя в композиции отрывки из священных текстов. Одна из мелодий, которые вместе с музыкантом исполнял весь зал, запомнилась мне особенно. И каково же было мое удивление, когда я вновь услышал ее же в совсем другом контексте, придя весной этого года в Бейт-Ави Хай на беседу Йоава Кутнера, помогавшего мне в производстве этого подкаста, с восходящей звездой израильской кроссовер-сцены певцом и пианистом Шломи Шабаном. Их разговор сопровождался живым исполнением нескольких композиций. Последней в программе прозвучала песня «Канаан». И совсем другой по социальному составу зал вновь во весь голос подпевал той же самой мелодии. Вот как она звучит в песне Шабана. Вскоре выяснилось следующее. Эта музыкальная тема известна как «Цам-Але-Ханавши» «Жаждет тебя душа моя» и приписывается Шнеуру Залману, раввину второй половины 18-го и начала 19-го века, основавшему влиятельное религиозное движение Хабад. Ее литературный фундамент — 33-я глава из «Те-Илим» или «Псалмов Давида». Впрочем, по сути, это не гун, специфический жанр хасидского распева, в целом не требующий слов. И когда Даниэль Замир, Шломи Шабан и зрители в зале просто ведут мелодию «Ла-ла-ла-ла-ла», это звучит абсолютно аутентично. К слову, именно Замир подсказал Шабану этот музыкальный источник и гармонизировал его. Поэтому между двумя разноплановыми артистами, которых я с разницей в несколько месяцев видел живьем в Иерусалиме, в самом деле случился результативный творческий контакт. Шабан же, в свою очередь, написал на основе Нигуна новую композицию и исполнил ее вместе с еще двумя яркими личностями на текущей музыкальной карте Израиля. Это, с одной стороны, рэпер Равид Плотник, он же Нечи Неч, видный представитель нового израильского социально-активного хип-хопа, большой почитатель Кендри Каламара, а с другой — ортодоксальный певец и актер Шули Ранд, которого вы можете знать как сценариста и исполнителя главной роли в популярном фильме «Ушпизин» 2004 года, первом созданном в ко-продукции религиозной еврейской общины и светско-израильской киноиндустрии. Вот как звучит фрагмент основной текстовой части композиции Кенаан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отчего в песне понадобилось целых три голоса? Циники скажут, чтобы привлечь побольше слушателей, включая ортодоксов и фанатов хип-хопа, и заработать больше денег в стриминговых сервисах. Но есть и соображения творческого характера. Дело в том, что тут три главных героя. Мы становимся свидетелями их беседы и даже, можно сказать, спора. В тексте все трое обозначены лишь буквами «Мэм», «Юд» и «Каф». Но местные жители без труда считывают, о ком идет речь. Это Моисей, Иисус Навин и Халев. Или в еврейском прочтении их имен Мошэр Абейну, Ехошуа бен-Нун и Калев. А сама песня — аллюзия на ветхозаветную историю о двенадцати разведчиках, или в некоторых переводах — соглядатаях, которых Моисей отправил в Ханаан, чтобы они узнали, та ли это земля молока и меда, которую Господь завещал евреям, и удастся ли народу Израиля в ней осесть. Как известно, именно Иисус Навин и Халев, двое из двенадцати сразу поверили, что перед ними земля обетованная, и с Божьей помощью евреи смогут победить живущие в ней племена. Остальные испугались якобы обитающих в Ханаане исполинов, и даже задумались, не вернуться ли им в египетское рабство. За это Господь приговорил сомневающихся к продолжению странствий по пустыне. В песне шло Мишабана, Равида Плотника и Шулеранда, нетерпеливые голоса истинно верующих разведчиков «Вот, Ханаан, идемте же и возьмем его!» слышны очень хорошо. Впрочем, последнее слово остается за Мошера Бейну, который устами Шабана говорит, что даже если ему не удастся войти в Ханаан, это не страшно. Истинный Ханаан у каждого в сердце. Почему мне кажется, что эта композиция по-настоящему существенна для сегодняшней израильской поп-музыки? По ряду причин. Во-первых, она представляет собой размышления на большие темы. О стране, о народе, об истории, о том долгом пути, «зот дэрех арука», который нужно пройти, прежде чем попасть в землю обетованную и в прямом, и в метафорическом смысле. И второе. Эта песня на библейский сюжет, а среди ее исполнителей есть ортодоксальный артист. Мы еще не касались этой проблематики, а между тем она чрезвычайно важна для израильской популярной музыки 21 века. В иврите есть понятие «лахзор бетшува», дословно «вернуться к покаянию», а по факту из светского мира перейти в религиозный, заново начать соблюдать ортодоксальные традиции. Те, кто пережил этот процесс, называются «баалейтшува». Израильская популярная песня со времен «Ширей Эрет Исраэль» была декларативно-светской. Она оставалась такой и в эпоху рок-музыки. Религиозность ярче проявлялась у мизрахи артистов. Неслучайно язык песни «Гаперах де Гани» Зоара Аргова, росшего в религиозной семье, по меткому замечанию журналистов, больше напоминал песнь-песни царя Соломона, чем бытовую повседневную речь. Но в целом вопросы веры оставались на далекой периферии поп-музыки. Поэтому, когда популярный киноактер и лучший друг Арика Эйнштейна Ури Зоар, представитель блестящей, светской, ашкенастской культурной элиты, внезапно вернулся к покаянию еще в конце 70-х, это стало шоком для его друзей. Но вскоре выяснилось, что он такой не один. Более того, строго соблюдающими стали две родных дочери Айнштейна, вышедшие замуж за сыновей Зоара. В 21 веке к религии обратились многие поп- и рок-музыканты предшествующих поколений. Эхуд Мейер и Эвиатар Банай, Ариэль Зильбер, Рути Навон, Эти Анкри. Хорошо знакомая нам группа Типекс тоже теперь не появляется на сцене в шаббат. Ортодоксом стал барабанщик Тамир Ямени. Среди героев этого эпизода нашего подкаста сразу двое Баалейтшува, Даниэль Замир и Шулерант. О чем это говорит? Точно об одном. В и без того плюралистической панораме израильской популярной музыки в последние лет 20 определенно появилась еще одна новая краска. Бонус треками к последнему выпуску подкаста Кум-кум плейлист три песни музыкантов, записавших трек Канаан, дуэт Шломи Шабана с Хавой Альберштейн, легендарной певицы эпохи Ширей Эрец Исраэль, хит Коль Хазман Хазе Равида Плотника и, наконец, один из самых ярких фрагментов дебютного альбома Шулеранда Некуда Това, а также молитва Цамале Ханавши в исполнении Даниэля Замира и видного рок-музыканта Берри Сахарова. Ссылки на все эти композиции, разумеется, в описании выпуска. Замале Ханавши Камале Хабеса Камале Хабеса Живо, Кшав, Ганкин. Счастливо и до встречи!